Так, всем снова привет, мои любимые там щенятки, котятки, хейтеры, не умеющие ездить чуваки, девочки со странными склонностями и мальчики на табуретках из ДСП. Друзья, у нас обзор второго этапа УЭК, трасса Рода Америка, и сегодня нас вообще дохрена народу, помимо того, что сегодня сейчас со мной будет комментировать мой сокомандник Саша Новиков, у нас еще Богдан Гонторенко в теме. Ребятки, скажите что-нибудь. Всем привет. Всем привет, следующий еще и Волкова позовем, если он вернется. Да, ну с Женей что-то как-то, не знаю. Ладно, давайте, короче, чтобы не затягивать, сразу давайте пойдем посмотреть, что у нас тут было. Так, ну давайте сначала так, наверное, я про себя расскажу, вот, потом расскажем про Сашу, и потом, если Богдан вспомнит, что он натворил в гонке, посмотрим на него. Так, что по этапу-то сказать? А, жемчужина этапа, это, я считаю, топ-3 в СРВ, собственной персоной. Ворвался как вихрь, укатал, укатал лучшее время, короче, затащил гонку, не знаю, не закрашил ни одной ГТЕ, выложил свой сетап, взяв который я Саню обогнал. После этого Саня надулся так же, как на своей платиновой фотке, вот, ну, в гонке, конечно, не очень помогло. Ну, не знаю, у него какой-то сетап, который, который мне позволил, там, снять 7 десяток с своего времени, и когда я начал смотреть там всякие настройки, то я немножко, так, это, подуфигел. Ну, не знаю, он работал, и, в общем, как-то более-менее на его базе я что-то такое соорудил. Вот, ну, чисто, чисто для меня гонка была, как бы, достаточно скучной, я не совершал вообще никаких ошибок, просто пытался держать темп, ну, и, в общем, получилось, что я приехал на втором месте, а вот у ребят было тут поинтереснее. Давайте посмотрим, ладно, давайте к старту, наверное, сейчас, где у нас тут старт? Старт у нас, кстати, был какой-то очень странный старт, потому что Кирилл, Кирилл какую-то дичь вытворил. По идее, у нас должен быть такой, ну, мы должны ехать в две колонны, а Кирилл должен ехать справа, а Кирилл едет слева, вот, и, ну, соответственно, я даже не знаю, как бы, надо, наверное, Кириллу пендаль выписать за это дело, потому что, по идее, он должен был ехать вот здесь вот справа, Женя Волков должен был ехать бок о бок с ним, ну, и, соответственно, мы там с Сашей, как бы, следом. Ну, получилось так, что Кирилл едет первый, как бы, Женя за ним, Саша тоже что-то читернул немножко, ну, и я где-то вообще не при делах, что было сзади. Даже смотреть туда не хочу, что было сзади. Вот, то есть, короче, уже вторую гонку, что-то мы как-то стартуем, очень странно, пора бы, наверное, как-то это сделать правильно на третьем этапе. Вот, что у нас было на старте? Насколько я помню, Саша сказал, что он специально включил Кирс попозже, Саша, эту правду. Да, но я же не свое место занял. А, ну, то есть, типа, занял, но... А потом понял и решил вернуть позицию. А, ну, логика, конечно, интересная. Вот, я что-то тут решил пободаться в первом повороте с Женей Волковым, но что-то не получилось, и решил, в общем, я Сашу пропустить, на самом деле, потому что подумал, блин, ну, все-таки, наверное, у него темп должен быть выше. Вот, ну, и, кстати, если так смотреть через несколько кругов, очень не зря я это сделал, между прочим. Вот, собственно, старт был вообще без приключений, по крайней мере, для ЛМП. Ну, да, вроде. Посмотрим, конечно, потом от Богдана посмотрим, как у него там был потом старт ГТЕ. Вот, а что ты хотел сказать? В первом повороте там, кстати, у ЛМП тоже весело было. Да, 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 там какая-то каша была, потому что потом в ГТЕшниках оказалось одна или две ЛМП. Давайте, переключайся на Аликса Ежова. О, напасли. А, Ежов мог. Там просто и ГТЕшки объезжали, примерно. Так, хорошо, и что у нас здесь? Ага, о, так, нормально. Сейчас посмотрим, тут, значит, Ежов. Ну, ну. То есть, типа, Ежов. Ежов, Богдан, ты специалист по дайвам, комментируй. Ну, а что, Рома чуть в жопу не приехал. Рома всё тактично сделал. А тут фиг его знает, тут надо раньше смотреть. Ну, давай, смотри. Ну, блин, я бы так не делал. Короче, первый поворот здесь не дайвил. Ты гораешь, что ли, куда тут дайвить? Ты посмотри, какой поворот. Слушай, подожди, ты дайвил там с 10 кропусов, и всё нормально, а тут прям место-то как раз это вот, самое оно. Я же не про то, что, типа, нельзя дайвить с какой-то дистанцией, я про то, что поворот, в который ты дайвишь, он не очень подходит под этот дел. Блин, ничего. Слушай, довольно высокоскоростной вообще-то. Слушай, не на 200 его едут. Слушай, я впервые в жизни узнал, что, оказывается, есть повороты, которые не очень для дайвов подходят. Вот это интересно. Теоретически любой поворот подходит, если тебе пофиг, что потом произойдёт. Ты же как бы хочешь дальше поехать? Ну, я не знаю, ты знаешь, когда люди дайвят, вот взять некоторые твои моменты Юрины, я не знаю, о чём вы думаете, если честно. Потому что так, а, тут Костя, Костя тут проскочил, я так понимаю. Ну, слушайте, чё-то я, кстати, даже и не знаю, кто тут вообще... То есть, вроде бы... То есть, вроде один давил, другой зажимал, но... Да, какая-то сложная ситуация. Короче, пусть Никита мучает со судьями. В принципе, оба могли бы проехать, на самом деле. Ну, конечно, могли. Мы же с тобой проехали. Не, ну, блин, я-то тебе место оставлял, естественно. А тут, я думаю, никто никому место что-то особо так не хотел оставлять. Ну, опять же, Алексей мог уходить от Ромы, который ему в задницу летел. Такое дело. Не, ну, смотри, Рома... Ой. Рома-то уже как бы... Ну, то есть, как бы он уже ушёл, но он мог бы не смещаться, не продолжать смещаться. Ну, вот здесь уже, да. Ну, короче... Короче, какая-то странная ситуация, в общем, сложно так сказать. Надо что-то как-то конкретно разбираться. Так, и... А, и получается... Пару... Пару... ГТЕ догнали. Пару ЛАМПИ. Угу. А, ну, понятно. Ну, окей, ладно, посмотрим. Дело даже не в том, что догнали. Дело в том, что в ГТЕ старт, короче, куда более сумбурный, чем у вас. Не, ну, понятно, у вас там и машин больше. И Керса нету. Ладно, давайте... Три вайды, да? Давайте, как всегда, сначала давайте ЛАМПИ на меня любимого, а потом рассмотрим все ГТЕшки. Вот, и, короче, в конце первого круга я что-то немножко по ходу первого круга чуть-чуть на Сашу наседал. Ну, у меня такое ощущение было. То есть я вроде подъезжал, думаю, блин, может, я его зря пустил, что за фигня. Но потом, на выходе из пары последних поворотов, я понял, в чем дело. Потому что случилось вот что. Случилась просто трешевая ситуация. И, собственно, мне ничего не оставалось, как просто открыть рот и говорить... А-а-а-а-а-а-а-а! И вот и всё. Вот, короче, я похерил весь свой керс, и Лёша просто взял и объехал меня. Вот. Такая ситуация. Так, слушайте, мне сейчас надо буквально отойти на одну минутку. Вы что-нибудь пока порассказывайте. Ладно, сейчас я вернусь. Режиссер всё бросил и ушёл. Как обычно. Как же он так-то без керса? Игорь же весь первый этап рассказывал, как это важно, какой он молодец, и он знает, что где жаль. Мы, между прочим, с ним ещё тренировали эту ситуацию. Он всё равно нифига из этого не вынес. А, кстати, как вы его здесь вообще распределяли? В основном до седьмой на каждой прямой разгоняешься на керсе, и потом уже без него. Ну, здесь примерно как в формуле на Монсе делали. Определённую скорость берёшь, потом просто кнопку отрубаешь. Да-да-да. В принципе-то ничего сложного. Лиман уже ездили, нет? Не-е-е-е. Ну, я попробовал, но там, я же уже говорил, только сам режим зарядки тратит 50%, ещё это как остальные 50% на все эти прямики как-то распределись. Нет, просто в реале, насколько я знаю, я, конечно, не очень в регламенте их, но в реале, вроде как, им дают больше возможностей энергии использовать, понимание. Ну, за счёт того, что круг длиннейший, вроде как. Скорее всего, глобологично. Так, всё, я вернулся. Так, давайте, ладно, давайте по моментам. Чё у нас там? А, сейчас бежит, а где... Так, старт. 20-25. Не-не-не, подожди, а где... А где, а где, а где... А ты по моему повтору, Саша? Да, по-твоему. Ну, давайте, да, давайте, смотри. Ой, нет, подожди. Самый экшен пропустил. Да, 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 сейчас. Значит, я тут пытался, вроде как, Лёшу Азыркина как-то догнать более-менее. Ну, чё-то вот. Там у нас, конечно, керс был по нуля, насколько я помню. В общем, еду я, еду. Еду, смотрю за Лёшей, и тут у меня мой дым, блин, который я всё, чё-то никак не уберу. И тут происходит вообще, чёрт-те чё. Вот, то есть, если посмотреть из кокпита, то, в общем, просто я въезжаю в дым, вот в такую дымовую завесу, и просто думаю, так, ну, короче, сейчас либо удача логи сработает, либо не сработает. Вот, ну всё, она сработала, всё оказалось нормально, все закрашились. Я тут в дымовухе, так и пробираюсь, пробираюсь, я ничего не видел, кто что. Смотрю, такой Саня выруливает, думаю, прикольно, понятно. И, Саш, я тут, в общем-то, чуть в тебя не усосался. Вовремя увидел уже хорошо. Ну да, то есть, не, ну я, в принципе, тебя видел, но, знаешь, как бы ты так, это, ну, стал выезжать на середину, и... Ну ты чё-то до последнего в меня ехал бы, хоть и видел. Ну, ты знаешь, как бы я просто не знал, куда ты поедешь. То есть, вот смотри, допустим, если посмотреть на Алёшу Азыркина, да, вот, блин, вот эти облака, конечно, жесть. То есть, смотри, вот, если на него посмотреть, как он действовал, видишь, то есть он вроде, видишь, едет в Женю, да, и, видишь, начинает метаться. То есть, он сначала налево, потом направо, потом туда-сюда, бум, и врезается в него. То есть, если бы я тоже стал что-то предпринимать, мне кажется, получилось бы хуже. То есть, я, ну, не знаю, как-то... Я смотрел на тебя, пытался понять, куда ты точно едешь, и уже в последний момент принял какое-то решение, что вот надо обрулить слева. Ну, и вроде всё нормально получилось. Я считаю, Игорь не трусим, ракер, видали, он газ отпускал, когда объезжал. Не, не, а я тебе объясню, почему, потому что, во-первых, я очень ссу повредить тачку, блин, очень-очень дорогое ЛКП, короче, ремонт дорогой. Во-вторых, ну, блин, если ты врежешься, то просто ты можешь развернуться и потерять всё. Лучше чуть-чуть притормозить и всех обрулить, вот, и уехать, так сказать, нормально от этого, от этой ситуации. Ладно, давайте посмотрим, что же было, что же было-то. Что же было, так. Облака налетают. О! Ну, если честно... Если честно... Я тоже говорю, тут очень сложно что-то сказать. Это сложнее, чем ты один, по-моему. Ну... Ну, скажем так, ну, Женю... Сейчас, что там, Женя перетормозил, получается? Немножко. Немножко. Немножко перетормозил. И, в принципе... Ну, его выносил на тебя, кажется, да? Я потом немножко даже пытался попрямее траекторию сделать, но... Вообще, в моменте я вообще удивился, что вообще контакт произошёл, на самом деле. Я думал, кто-то задавил с самого торможения ещё. Ну, вот, кстати, если присмотреться, тут, знаешь, такое чувство, что какой-то немножко такой удар в стиле эра, то есть об воздух уже не подключил. Там вроде первоначальный удар был, только чё, я его так подкинул. Ну, видишь, это, наверное, ну, там, как это... Лучше в мире нет код. С запозданием сработал. Не знаю. Колесо оббок машины поднялось. Да, конечно, какой-то странный такой момент. Ну, то есть, мне кажется, всё-таки Женя больше на Сашу сносила. Вот, но, по идее, вот после этого ничего не должно было быть, просто вы бы должны были сыграть, а Женя почему-то подлетел. Вот, и... Ну, не знаю. Мне кажется... Корс, Корса, скажем так, потенциальный ГИ Корса из него сделала драматический момент. Да, ну, не знаю, не знаю. Чё-то тоже как-то... Не, ну, с другой стороны, мне кажется, всё-таки Саша меньше виноват, потому что, ну, он ехал и ехал, да, в общем, куда ему было, надо, чё, ему было, уезжать в поляр, что ли, совсем? Ну, короче, ладно, получилось, чё, получилось. Так, а тебя здесь чё, Саша, тебя здесь просто кинуло, получается, тебя почему развернуло-то? Потому что мне ещё потом вот сейчас пришёл всё удар. А, вот это вот... И меня потащило, когда он приземлялся. А, ага, я понял. То есть, если сейчас ещё раз посмотрим, да, вот он приземляется и... А, ещё и в зад такой удар, да? Да, да, да. Да, ну, конечно, неприятненькая ситуация. Слушай, а и чё по повреждениям у тебя сколько получается? 21 спереди, что ли, было, и 6 справа. А сзади было чё? Сзади нет. 21 спереди. В общем, это где-то в секунду с кругом не вылилось. В секунду, да? У вас тоже чиниться, смысл, да? Вообще нет. Вообще, да, там... Там, 2 минуты чиниться. Ну, короче, я сначала немножко не понял, чё происходит. Но подъём я 10 кругов просто ехал и ржал. Ехал и ржал, думал, ха-ха-ха, два нуба убрались. Вот, ещё и там кого-то за собой зацепили. Вот. Ну, конечно, наверное, не очень хорошо, но... Не знаю, не знаю. Так, я вышел на второе место, и... Кажется... Чё у нас там? Ничего не случилось... Очень долго. То есть, в следующий какой-то момент... Ну, мы чё-то там догнали до ГТЕ, обгоняли их. 33, 25, чё-то такое я хотел сказать про Дениса. Так. Чё он тут изотворил? А, короче, Денис, больше так не делай. Потому что, насколько я помню, я в этот момент чё-то полез смотреть чё-то по топливу, чё-то ещё. А Денис взял такой, сместился. И, в общем, короче, не надо, не надо так напрямую уступать траекторию, потому что... Можно проспать эти моменты. А, собственно, первый отрезок был знаменителен тем, что... Я не знаю, по какой причине, но мне не хватало топлива. И весь первый отрезок я занимался тем, что экономил это топливо. То есть я, там, периодически шортшифтил и делал лифт энд кост, там, практически на протяжении, там, 15 кругов. Вот. И мой темп был просто... Просто пипец какой-то дничный. Вот. Когда потом мы с Сашей поговорили, он сказал, что у него, типа, всё окей было, и бензина хватало. И, там, Кирилл тоже Бирюков сказал, что у него всё нормально. Я что-то призадумался. Вот. Не знаю, откуда сливалось топливо, но, походу, как бы, если отсечку у этой машины где-то на 9000, то я переключался, ну, практически в отсечку. Вот. Ребята говорят, что переключения у них были раньше. Но, может, тут за счёт этого, за счёт того, что, там, 20 кругов они ехали, там, на, там, не знаю, 800 на 700 оборотов раньше переключались, может, это им помогло сэкономить. Но мне реально, там, не хватало. Да, и я вообще овощил просто пипец. Вот, весь этот свой, свой отрезок. Вот. Чё у нас там дальше? Была куча ГТЕ. Ну-ка посмотрим. 36. Ну и 5. А. Ну, здесь просто, здесь, в принципе, ничего такого. Здесь просто такой момент, что я догнал кучу ГТЕ, которые, не знаю, чем занимаются. Ну, и вот, как-то так вот, я их тут объезжал. Ну, я так понимаю, что, кстати, вот, там, не вдалеке Кирилл Бирюков, видимо, он тоже, там, это, аккуратничал, и своё преимущество тоже на обгонах немножко подрастерял. Ну, Кирилл однажды чуть меня не снес, как раз. Да? Как не снес, было опасно. Он ещё и лидерство на этом, по-моему, потерял. А, это когда он в Телас, что ли, уехал куда-то? Да, 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 да. Я смотрю, он меня сейчас давить будет, я ему открываю внутреннюю траекторию, он куда-то в поля полетел. Ты знаешь, он говорил, что у него что-то с монитором были какие-то проблемы, и, может, кстати, это был как раз момент, когда он, в общем, куда-то там уехал. То есть, сейчас, на где-то, а, это, по-моему, момент 39.0, сейчас 9.0, 39.0.7, а, нет, это дальше. То есть, я не знаю, каким-то, каким-то макаром я его догнал, вообще не понимаю, и взял и обогнал. Вот, но, потому что я находился в режиме экономии, мне как бы, то есть, я вообще, во-первых, был удивлён, почему я его догнал, вот, мне надо было экономить, это там, повышаться раньше, там, сбрасывать, прокатывать. Вот, и мне как-то совершенно на эту борьбу было, ну, я её старался игнорировать, потому что, если бы я что-то там начал опираться, мне бы тупо бензина не хватило на гонку. Вот, поэтому я ехал, как бы, в своём темпе, думаю, ну, обогнал, ну, ну, ладно, типа, окей. И, собственно, вот эта у нас гармошка, она продолжалась, мне кажется, по-моему, несколько кругов, то есть, сейчас, допустим, где-то на, на каком-то моменте, а, ну, на этой же прямой он просто взял, взял и обогнал меня назад. Вот, вот все наши гонки. Вот, там что-то в трансляции просто говорили, о, там, типа, догнал, что-то не догнал, отстал, да всё очень банально, потому что я экономил, ехался на темпе, Кирилл проезжает, думаю, ну, ладно, только не мешай мне там в поворотах, и всё, то есть я на первом отрезке совершенно с ним не боролся. Вот, что у нас дальше было? Дальше у нас ещё раз я его где-то догонял, давайте сейчас посмотрим. Так, 49, чё там, 49, 22. А, ну, видимо, вот этот момент. Да, вот. Ну, не, ну, это чё-то вообще, это просто... Тут просто Кирилл, может, у него как раз выключился монитор, потому что, ну, тут вообще просто на пустом месте. Просто уехал в поле, и всё. Ну, и я тут, собственно, уже. Смотрю, у вас в Лэмпе очень увлекательная борьба, особенно обгоны, прямо. Ну, слушай, на самом деле я сейчас, если смотришь, то можно заснуть, но когда ты сам едешь и нажимаешь этот кирс, и у тебя там он кончается, это, блин, на самом деле очень прикольно. С точки зрения пилота. Так, чё у нас там дальше? 51, 53. Ну, это продолжалось недолго. Продолжалось это недолго, и... Угадайте, что произошло. Я, видать, овощил, а Кирилл там поднажал, и... Ну, и тоже меня объехал, и, собственно, мы продолжили, так скажем, круиз в своём темпе каждый до пидстопа. То есть, да, в этом, конечно, смысле какой-то такой, прям, знаешь, типа, острые борьбы в поворотах ещё где-то её нет, потому что, ну, кирс нажал, всё, в поворотах обгонять достаточно сложно. Так что, ну... Так что, ну... Это реалии LMP. Так, чё-то дальше, чё у меня было? Тут какой-то был забавный момент с Сашей Дриго. А-а-а, чё тут было? Так. А-а-а, ну... Ну, Саша просто... Просто я еду, а Саша делает, как и в этой... Как нарезки этих... Эпик фейлов гоночных такой, знаешь, жжжить. И нету Саши. Так, ладно, что... Что у нас ещё? КТЕ. Питы. 58. 27. А-а-а... Чё-то у нас... А, собственно, наступало время пидстопов. А-а-а... Вот, и тут... Этот момент Никита надал суперопасным. Ну, правда, я не знаю, что здесь было опасным. Может, конечно, ракурс был другой. Но смысл такой, что, как бы, я был готов, что эти парни, скорее всего, начнут заезжать на Питы. Ну, так, примерно... Примерно, не знаю... О! Нормально. С тактикой вообще. Не-не, видимо, Платон просто не хотел меня ударить, поэтому... Сейчас, где тут, ну-ка, то есть у меня... Получается... Ща... То есть он, ну, видимо, видел меня и пропустил. И только после этого... Ну, так, кстати, судя по тому, что он... Да, Экс. Это, кстати, очень большое спасибо ему, а то бы, если бы он меня, знаешь, Если бы он повернул там, где должен был бы, да, то было бы всё намного плачевнее. Вот. Но мне оставалось там ещё два круга ехать. Так, ну и чё там? Ну, по сути, всё. То есть я там через два круга заехал на Пит. Отпитился нормально. Мы выехали там с Кириллом. У нас был там... Где-то задел между нами там 6-7 секунд. И мы проехали этот отрезок. Я уже не экономил ничего. И на финише у нас те же 6 секунд были... Это расстояние друг от друга. Вообще ничего не случилось. Всё было скучно. Я ехал правильно, нормально. Не ошибался. Не знаю. И, в общем, закончился гонку на втором месте. Так. Давай теперь Сашу. У Саши, я думаю, должно быть интереснее всё было. Ну чё, Саш, чё там у тебя? Кстати, у меня, наоборот, ещё меньше было. Ещё меньше? После того контакта с Женей у меня вообще почти 20 минут просто скукота было. Ну давай, хоть чё-нибудь-то было, я надеюсь. Просто ехал на повреждённой машине. Ну вот, 46-51 давай. 46-51. Так. А, о! А! Вот. В трансляции мне сказали, что почему-то я протаранил ГТЕ нас. Ну понятно. Так, а чё, кстати, тут случилось? Почему я её развернул? Ну-ка, давайте посмотрим. Это кто был? А, о! Тут уже какой-то трэш. Трэшец. Так. Владислав Бондарев. Чё-то. О! Угу. Так. Ага. Ну... Типичный ГТЕ-контакт, в общем. Дух второго сервера. Хе-хе-хе-хе-хе. Так. Ну и тут его просто развернуло и... Причём поперёк трассы и всё дальше куда. Так что, только в Гравий. Хе-хе-хе. Ну, на полнопривной-то тачке лучше, чем на задней привной. Кстати, ты мог его, по-моему, тут ушатать вообще? Ну, конечно, мог. Хе-хе-хе-хе. Ну, не, в принципе... Да ты достаточно так это, нормально его объехал. Ну, конечно, Костя, Костя впереди пролетел почти. Идеально. Ну-ка, давайте посмотрим, чё там Костя, блин. Чё-то он даже у меня уже всё тормозит. Из-за этого дыма дурацкого. Надо устереть. Так, ну-ка. Мм. Да, неплохо. А, Саша, подожди, а где... А где тут момент, где ты пропускаешь Костю? Интересно. Кругами... Кругами тремя ранее, но там, опять же, ничего интересного. Кнопка Керс и... Вот, круг назад, вот. Да, здесь. Не-не, ну, я хочу посмотреть твой фейл. Всё как обычно. Всё по стандарту. О, веб, не-не, подожди. Вот это чё такое? Чё это за фигня? Ну, это повреждённая машина. Да, да, конечно, ладно тебе заливать, чё за ерунда. Мутимальный выход из карусели. Ну, конечно. На Керс как раз вышел небось и пропахал. Ну, ещё и на траве Керс жал. Ну, понятное дело. Ну, и всё, потом здесь у меня Керс кончился. Ай-яй-яй-яй, слушай, мне что-то это напоминает. В смысле, я ровно ехал, место было. Немножко другого, Саш, такой манёвр напоминает. Ну, конечно, не так жёстко, но тем не... Замашки, замашки такие, знаешь. Ну, и всё, просто, просто... Просто всё, а потом на следующий прямой вообще улетел. Понятно. Ладно, чего это ещё было? 56-50. Конечно, не помню, чё здесь было. О, а ну тут... Опять... Это учиство, манёвр. Денис Пименов опять. Нет, вообще я не понял, о чём он, как бы... Он, видать, на круг решил пропустить. То есть, Денис едет и... Хотя нет, он бы не круговой был. Нет, может, видимо, он от Пресмана пытается защищаться. Нет, видимо, он просто пропускал. Тоже такой... Опасный. А, насколько я помню, Денис в начале... В начале гонки чё-то то ли закрашился, то ли ещё чё-то, и, в общем, он потерял... Ну, он чинился и потерял много времени, поэтому... Ну, короче, конечно, да, очень странная ситуация. Да, Саш, ну тебе повезло, наверное, можно сказать. Ну-ка, давайте ещё... Сколько там было? Что? Ну, да. Да, волнительно. У меня таких вообще не было эпизодов. То есть, вроде я там нормально со всеми разъезжался. Ладно, чё ещё? Чё ещё покажешь? Следующий 58-33, давай. Вот у тебя тут. Это я классно очень на пяты заезжал. А, паровозик имени ГТЕ? Среди всех остальных. Так. Ну и тут они решили, что лучше не превышать. И вообще чуть не остановились. Видишь, Игорь в каждом видео говорит, что это горхоборство. Пытаться в игре 10, там, одну десятку на 5, и все до 40 уже скидывают. Не, ну, надо, как бы, это, что-то такое нормальное показывать. Не надо заезжать на пи со скоростью 20. Ну-ка, чё там Денис Полуянов творил? Ну-ка, посмотрим. До какой скорости он сбросил до... Подожди, а его по 0, что ли, в итоге, или нет? А, нет, 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 он успел остановиться. Он сам там до 50 сбросил скорость. Нет, нет, суши, даже... Нет, Сергей Васин сзади, вот, посмотри. Сейчас я посмотрю, да, а этот... Нет, он как раз нормально взвежий. Он тогда. Так, следующий. Ну, а Сергей Васин такое чувство, что просто тормозил очень поздно. Ну, да, да. Ну, не нейтраль вышел. При торможении. Ну, ой. Чё, куда-то я опять не туда. Где Саша, где Саша потерялся. Так, ну ладно, чё у тебя после пятаться ничего было? О, потом... Час 0,4. Ну, это уже больше так, знаешь. Ну, давай хоть посмотрим, а где? Что? Выход с пятого поворота. Это претензия... Вот, да, да, оставляй здесь. Это уже больше претензия к ГТЕшкам. Тишка мог. Нет, тут не контакты, ничего. Ну, просто то, что вот... Им говорили, придерживаться идеальной траектории, а в итоге... В итоге они её почему-то все в этом... На выходе из этого поворота не придерживались. Нет, подожди, подожди. А зачем ты поехал вообще налево, в принципе? Я... Потому что я надеялся, что он всё-таки... Сразу же после выхода из этого поворота народ обычно уезжает направо. А он до последнего ехал слева. Ну, так ты видишь, он едет слева, значит, движая направо, вроде логика такая, наверное. Нет, я понимаю, что ты думал, что он будет перекрещивать, но... Да, 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 да. Но он же не перекрещивает. Кто его знает? В любой момент может повернуть. Ну... Ну, чё-то, мне кажется, ты тут как бы сам, сам, это... Преувеличил ситуацию, просто мне кажется, надо было... Просто ехать, есть... Ну, вот он едет слева, а ты езжай справа. Всё, если бы он стал тебя закрывать, ну, тогда совсем другой разговор. А тут ты чё-то сам перемудриваешься, мне кажется. Понятно, понятно, чё ты думал, но ты в данной ситуации сам перемудрился. Да, 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 да. Потому что он тебе уступал, а ты, нет, не распознал его, так сказать, эти... Преувеличилизацию. Я уже давно говорю, ГТЕ не должны уступать. Пусть едут как едут. Это очень печальное место трассы в плане пропуска на круг лампи. Для ГТЕ вообще просто кошмар. Ну, предыдущая связка ещё хуже, по-моему. Да, нет, она получается общей связкой, то есть начиная вот с выхода с третьего поворота, между третьим и четвёртым, если только ГТЕ не пропустят специально, лампи не успеет обогнать до торможения, а потом начнётся вот эта змейка с выходом. Ну, слушай... Если так, то полторы секунды сразу отлетают. Мы с Сашей там дважды крестились. Не, если честно, с Керсом ты там успеваешь проскачивать. Ну, то есть, если ты, допустим, тачишься за ГДЕ, то есть после Апекса она уходит широко, ты прям сразу ныряешь внутрь, Керс нажимаешь, тогда ты успеваешь, как бы, вот на этой коротенькой прямой после моста. Успеваешь там проскочить. А если, конечно, ты будешь без Керса, то нет. Так что, в принципе, ну вот... Там, конечно, когда как. Но я там, если в кого-то упирался, я с Керсом проходил нормально. Ну, одну машину хотя бы. А я в этой связке просто пытался пропускать Олимпию на всякий случай. То есть там на выходе из четвертого поворота просто остаешься справа, она тебя слева объезжает. Ну, тоже верно, в принципе. Не, ну, у нас же есть люди, которые упираются в свою траекторию. Кстати, слушайте, знаете, что я тут обнаружил? О, видали? Какая штука. Слу... О, слушайте, меня только что посетил гениальная идея. Короче, вот эту фигню, вот по этой фигне должны ехать ГТЕ. А вот, кстати, эта связка. И одна из наших встреч. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, что у нас тут? Ну, вот смотри, вот когда вот в этот момент ты ныряешь внутрь, нажимаешь Керс, ты машину впереди проходишь вообще без проблем. Я, собственно, так и делал. Не, а Богдан тут что-то сразу такое, опа. Такое, опа. Как-то что-то вообще не по траектории ты, Богдан, ешь. Что за ерунда? Такая траектория. Да ладно, слышь, не это. Кого-то заливать-то будешь. Просто что-то какой-то ерунду ты тут сделал на самом деле. Тут широко же выносят пипец прям туда, а тут... Я там широко не проходил. Значит, медленно ехал. Ну, я такой, да? Ну-ка, побед в гон. А тут... Ты тоже на Апекс не попадаешь? Ну, конечно, нет. Так, давай посмотрим твой круг, может, какой-то тарак. А зачем? В смысле там на Апекс подать, если я на трассе остался какой-то? Ладно, сошчу тебя еще было, давай посмотрим. Все, до финиша. Да, до финиша полнейшая скукота. Так, а ты не чинился, да, получается, вообще? Нет, нет, нет. И то есть у тебя получается темп на Ась практически на секунду на каждом круге? Да. Тык-тык-тык. Примерно так. Ну, прикольно. Ладно, давай, Богдан, что было с ГТЕ? Что, куда мотать? На старт посмотреть? Ну да, там старт был эпический, конечно. Так, это... Вообще ка-ка-ка-шно. Это что, это уже старт или... А, так, я понял. Да-да-да, вот-вот мы на старт выходим. Так, поехали-поехали-поехали. Все, ага. Не поехали, видишь, не поехали. И тут все поехали. Да ладно, сошас. На самом деле, подожди, лузин, да? Ну, подожди, подожди-пожди-пожди-пожди. Старт был дан в какой момент? Сейчас. Смотри. Ну, так все уехали, а ты не едешь. Поеду в задницу, что ли? Не-не, подожди. Ну, то есть... Ну, ты смотри. Да-да, ну, вот смотри, он тормозит, правильно? Вот он сейчас тормозит, и ты тормозишь. Так? Конечно. Понятное дело. Ну, все, он уже поехал. А ты что не едешь? А я еще не еду, мне норм. И еще и на третьей передаче, блин. Ну, я на третьей, да, на какой-нибудь здесь стартовать. А у тебя на второй... А вторая доски... Смысла нет. Нет? Нет, нет. У корня-то, видишь, двигатель такой, что он как раз очень хорошо с низов затаскивает. Я в гонке ни на одном повороте вторую передачу не использую. Так, все-таки, подожди. Так, блин, настроил бы коробку так, что у тебя бы вторая была как третья. А, нет смысла. Ты просто на лишнем переключении перетеряешь. Ну, ладно, это, конечно, надо тестировать. Так, что у вас тут было-то? Короче, Богдан проспал старт. А блузина? Ну, потерял только одну позицию. Это, кстати, неплохо, учитывая, как я стоил. Ну, ой, какие-то лаги. Тут не каша. Ну, никто не закрашился, это прям уже эпиквин, можно сказать. Ну, в общем, да, видимо, да. Дюкатые, это успех. Так. А тут, короче, выясняется, что слипстрим не особо помогает. Так, ну да. Так, что-то дымили-дымили тут. Ну, там и лампи впереди же просто все прокладывают. Рома, по-моему, Лапин, дорогу. Ну, да. Он от всех шарахается. Все от него шарахаются, там он три вайды в поворотах. Жесть. О, так, что-то дымили. И вот что делать при такой каше? Типа тупо никого не уехать. Да, надо у Ромы платину отобрать он уже, это... Сколько можно? За что ему выдали? Или, подожди, он до сих пор так ни одной машины не обогнал, что ли? Я что-то не пойму. Нет, почему он, по-моему, две обогнал. Господи. Ну, ладно, интересно. Вот я хочу посмотреть, как Рома Лапин действовал. В своем этом... Так, ой. Кстати, в карусели я первое время пытался внутри ЛМП пропускать, а потом понял, что, короче, плохая затея. Начал по внешке. Вот, что бы ему не проехать вот тут, ну, вот сюда, да? Ой, не знаю, я бы тоже, наверное, не поехал. Я бы тоже не поехал. Ну, так. Едем, едем. Так. Ага. Угу. А, ну, тут да. Видишь, что у Ромы, конечно. Ну, деваться некуда, да. Тут, как бы, понятно. Не, просто если у Ромы хоть кого-нибудь заденет, это вообще ты потом... Такие протесты... На форуме не отмоются. Да, да, да. Тебе, плюс, целую ночь оттирать там сообщения. Ну, здесь уже мог быть, что, по внешке идти, что-то он как-то... Осторожно. Одна же машина. Ты же их выносит, потому что ГТЕ, они очень холодные шины имеют после нашего прогревочного круга. Вообще ехать нереально первый поворот. Не, ну и Лампи тоже, как бы, вроде не это. Ну, видишь, у вас прижимки больше, вы как-то их начинаете быстро в температуру включать, а мы... Ну, вот, если чуть-чуть в сет не попасть, ты, короче, первый отрезок, весь первый отрезок просто не можешь прогреть шины. Ты потом заезжаешь на ПИД, тебе ставят новый из грелок, и они в рабочей температуре, и тогда у тебя скорость выше. Всё. Слушай, ну, насколько я помню, Лампи, ну, тоже круг греется шина. То есть, ты вроде ешь первый круг, и там достаточно ссыкотно. Ну, ладно, понятно, что у тебя там счёт Богдан был. Походу, ну и всё, теперь давай с 12-го места приезжать на 3-е, что? Проезжаем всю сосиску. Проезжаем все полтора часа с Богданом? Ну, нет, нет, смысла нет, там в какой-то момент я уже... Вот сейчас, по-моему, я лузину сзади. Ну, давай, да, давайте посмотрим. О-о-о-о-о, ну, вообще, ну, вообще. Я, конечно, это, я, конечно, очень доволен твоим манёвром, но как ты мог, Богдан? Что ж, что вообще за... Ну, что ты творишь-то реально, ну? Ну, слушай, ну, ты спокойно мог просто, ну, не бить ему в попец. Ну, блин, вообще, у тебя были все условия. Я не хотел ещё внутри ехать, мне и так было бы. Не, ну, норм, а... не знаю. Мне кажется, целая машина лучше, чем побитая. Всё, слушай, ну, а он на тебя протест падал, нет? Я не знаю. Блин, я бы на тебя точно падал протест. Не знаю, но ты посмотри, он не смещается на торможении. Да какая разница, какая разница, ты едешь вообще, ты едешь позади. Ну, да. Хотел бы впереди, очевидно же. Ну, хорошо, вот, у нас есть траектория наша, треугольничками, ну и чё, ты хочешь сказать, он куда-то смещается? Ну, может, конечно, и смещается чуть-чуть, но... Он тебе не перекрывает, скажем так, внутрянку, ты там, у тебя там куча мест. Короче... Я не хочу. Короче, Богдан, Богдан, это как его, у вас с Юрой девиз, типа, не гонки без Дайва. Да, ты видел, Юра его здесь же задавил, в итоге потом. Чуть позднее, Юра же не падал, или... Да, потом ещё Юра за это получил. Повороти, правда. Там, кстати, повреждения были смешные. Я думал, когда он старил, что всё, там всё распалится, он один. Ты знаешь, мне кажется, вот этот твой твой пинок инициировал, так сказать, какой-то... О, режим, режим ярости. Слушай, ну что ты так помнишь в свой момент, это вообще где-нибудь, в принципе, или давай мы протесты, прям посмотрим по времени. Но если ты вперёд будешь мотать, у нас там было с Сашей Дрыгой, потому что он решил, что очень круто, когда я к нему подъезжаю, у меня на хвосте ещё четыре машины, давай однокомандниками поборимся. Саша, иди, давай посмотрим. Сставляешь, к чему это могло привести? Даже не знаю. Так, чего тут Иванов? Там просто, а так, кстати, Иванов... Слушай, кстати, а ты мне скажи, да, про BMW, что вообще BMW-то? Я на ней ездил, она мне никогда не нравилась, но он для неё очень быстро едет. Единственное, что у неё из вот таких медленных и средних скоростных поворотов вообще выхода нет. А как бы его проходит хорошо, он встаёт на газ, и ничего не происходит. Вот ты видел, я его тут объехал. Просто он перекрестил из поворота, из медленного, и всё. Про BMW бы хотелось рассказать. Это вообще в поворотах, это, наверное, самая приятная машина из всех. И на выходах из поворота можно полный газ вставать уже почти на апексе. И она спокойно завернёт, повернёт и дальше поедет. Мотора не положили. Да, только вот не хватает ей этого выхода из поворота, именно самого выхода. Ну, то есть, слушайте, я так понимаю, что по максималке, в принципе, она, ну, более-менее на уровне. То есть, получается, типа, момента на низах, что ли, не хватает? Разгона ей не хватает, да. Это как McLaren, можно сказать. Только McLaren на прямой скорости не хватал. А тут, наоборот, разгона не хватает. Просто ездил так, смотрю, вроде бы, то есть, не особо-то, короче, отрывается. Смотрим, сколько у них сейчас максимал. Ну, вот, 200, 500. 255. Ну, тут, ну, вот, у нас 264, вот, смотри, сколько. Сейчас посмотрим, сколько сейчас, может, меньше, но в среднем, 63, 264, что ли. Ну, тут, я не дожал. Ладно, тут, и шапожутся. Тут намечается битва желтых машин. Давай посмотрим, так. А, ну, как-то, подожди, все очень быстро закончилось. Нет, тут все только быстро началось. Не, ну, Ивана как-то вот так обогнали. Ну, а он ошибся на выходе в стандартном. Ну, так, и что здесь было? Ну, и все, и понеслась. Саша, оставлять тебе место, невиданная вообще ситуация. Ну, сокомандник же. Ну, да. А что бороться-то, да? Ну, так, а мне вопрос, что ли? Не, я вот, Саша, пропустил в Т1. Я прям, прям знал, что что-нибудь да случится такое. Не, я на самом деле, когда пропускал Саша, надеялся, что он навяжет просто борьбу Жени, и из-за этого я смогу как-то за ними удерживаться. А получилось все очень замечательно. Что я и сделал. Я навязал борьбу Жени. Да, ну... Ну, прям так навязал, Женя аж подлетел. Ну, эффект оказался хоть неожиданный. Так, что у нас тут? О, тувайдик. Ну, нормально, цивильно, едьте. Да, только мы время теряем, к нам приезжают сзади, а так ничего. Так это же главное, главное участие. Ага, вот тебе и Иван вернулся. И тут, смотри, красота будет просто. Ой, что это за фигня? Не понял, не понял. А у Саши... Ты про какую фигню? Про то, что у Саши случилось? Про то, что Иван... Соб, смотри, у вас как команда называется вообще? АБС, Рейсинг. Ну, что-то Саша как-то это... Саша не в команде, походу. Да, у Саши вроде как... Красавчик. Лак какой-то был, и все, его отпустило, когда он уже об стенку ударился. Он же писал на форме. Ну, подожди, подожди, он, по-моему, просто... Что, то есть он поэтому из-за этого позже тормозил, что ли, получается? Ну, то он все, вообще, все, торможение проспал. Да нет, он неплохо тормозит. Не-не-не, он тормозит очень поздно, смотри. Смотри, он тормозит, вот где у меня фарки сгораются. То есть вот вначале, ну, где-то этот керп, а ты смотри, где тормозишь. Ты тормозишь? Так у меня машина внутри. Что мы сняли? Не, ну... А я ее перекрещивать собираюсь. Зачем мне поздно тормозить? Ну, короче, у него сейчас такая скорость, что он бы просто не вписал свой поворот, и все. Он и не вписался, соответственно. О, тут еще такиевский дрифт. Да, это тот случай, когда ты дайвишь, у тебя, короче, баланс назад. Получается, не очень. И вот самое смешное, что вот между нами было касание вот здесь вот, я его чуть-чуть задел, и вот мне не слабо повреждение отсыпало, а вот законтакт с Лузиным нет. Ну, корса. Типа считается, что я доломал передний сплиттер, что-нибудь такое. Ну и все по факту. Вот он, я четвертый, потом куда-то делся Смотраков, он ехал вторым на Феррари. А Смотраков, короче, заехал на пит-стоп и опять налажался с апами. Я так понял. Он сказал, что у него два раза, два раза, короче, он запитился. Вот, то есть он отпитился один раз, и потом сразу же второй раз как-то так. Я не знаю, как это получилось у него, но вот он смог. Вот, еще тоже Никита про него долго рассказывал, что, типа, он очень долго стоит в питах, но вот такая ситуация. То есть сначала он отбывал штрафы с чужого апа, теперь пит-стоп сделал два раза. Я даже не знаю, что будет в Лимане. А, в Лимане, наверное, он поедет свой отрезок заново. И в итоге мы всю гонку на дистанции боролись с Фадеевым, по-моему. Между нами вот в этот момент было секунд десять, и я его стал потихоньку догонять. И финиш им проиграл что-то около восьми, что ли, десяток. О, нормально, из-карусели топовый выход. Саша заразился. Керс? Не, не Керс, просто в какой-то момент покатило туда, и все. Причем, кстати, стоит заметить, чтобы по той же самой траектории проехал. А там, на ГТЕ, чуть раньше, если на газ на выходе встаешь, то как раз тебя под конец так вышвыривает легонько. Слушай, ну мы же ехали на чем тут ездили-то. Мы тоже на ГТЕ, когда я такой, в Феррари были, в ГТ2. Ну там, вроде, вроде в пол. А, я помню, на какую-то гонку мы ездили там, это, на каком-то другом портале АМГ против этого Макларена. На АМГ там тоже в пол, хотя он не поворачивал. Короче, что-то... А ты про какой поворот? Произвом просто скоростной? Да, да, скоростной. Нет, там все нормально, да, там все нормально. Ты там просто то, что спонул. А, просто типа шины пыльные и маленько повезло, все. У меня с Волковым был адский момент вообще, я не знаю, как мы с ним не столкнулись. В предпоследнем повороте, но я групп не вспомню, так ближе к концу. Там просто шайтан момент. А, кстати, а я тут нашел, кстати, классное сочетание. Оно работает? Интересно, нет? Не работает. Оно работает на моей машине. Ctrl-P, мотать круги назад. Ну, а примерно хотя бы какой круг это было, после пита или нет? Да-да-да, это было после пита. Он боролся с кем-то, а с кем же он боролся? Может быть, со зыркиным. После пита, но это где-то так. Сейчас круг от Матэвтора Тлайд, точно. 26-й, это уже. Вот в этот поворот, который тебе только что. Да, сейчас, сейчас посмотрим. Так, Волков, Волков. Ну, Жень, там что-то вообще как-то, как-то ехал, скажем так, странно. Не, вроде все нормально было, но вот один раз он прям устроил. Вот, вот здесь вот, имеешь в виду, вот в этом, да? Да, вот в этом на зломе. Так, ну давай смотреть, так. Это, случайно, не ты? Нет? Блин, ну тут сложно, конечно. У меня черно-желтая. Ну да, сзади вся желтая. Вообще, конка была веселая, потому что. В принципе, любая конка где у тебя темп есть, и ты по какой-то причине остался. Опа, подожди, что такое? Так, интересный, какие-то моменты. Ну, да, это он просто поскользнулся. Так, трекшн же. Или зацепился таки землю. Не знаю. Может, если с Керсом, то это трекшн. Нет, это вообще колесо стоит. Такой. Так, кстати, трекшн. Ну, кстати, вообще-то надо было еще суметь так сделать, потому что, ну, я помню, вылетал, но там тебя трясет, но чтобы ты убрался. Я когда тренировался, пара раз убирался. Да? Не, я не рад. С этого Керба. Так, пресс вон. Так, вот это случайно. Не наш? Нет. О! Это... Это уже после, интересно, или... Это значит, видимо, еще на круг он меня будет вканить. Нет, нет, это близко к концу очень. А, ну давай, сейчас попробуем все-таки найти. А вы на сколько кругов вот таких КТЕ, блядь? Кругов на пять, наверное. Не, больше, больше. С 7, там вроде было. Что-то такое, да. Так, юртишка. А, вот. Да-да-да. Так. Да-да-да. Вообще. Ну... Миллиметраж. Я говорю, вижу, что он меня там уже все собрался и обгонять. А мне надо поворачивать, потому что там вообще одна траектория. Это вообще сверхсложный поворот, на самом деле. Для ГТЕ встал. А тут у вас, по-моему, даже контакт-то был какой-то такой небольшой, я смотрю, или это просто глюк, повторы? Не знаю, именно во время гонки я не почувствовал. Ну, такое иногда бывает. Ну, походу, походу, так лизнулись. Ну, что здесь сказать? Ну, просто еще кто-то едет. Они борются, и тут я такой. А, на зырке, да. Ну, в принципе, ну... Ну, даже не знаю. Разошлись, молодцы, что-то. Ну, ты знаешь, если бы, кстати, даже вы столкнулись, я бы не сказал, что Женя здесь было бы виноват, на самом деле. Ну, можешь не столкнулись, вишь, я же его вижу. Возможно, кстати, я, типа, отруливаю в последний момент, чтобы у него задняя часть проехала. У корвета не видать, что нифига, капот длинный. Так, где твой руль? Ну-ка, посмотрим сейчас на твой руль. Ну, они, походу, я суровый парень. И наоборот. Еще больше довернулась и доруливают, да, типа, нефиг. Конечно. А там реально одна траектория, тебя в конце иначе просто в траву вот здесь убирают. Ну, да, это понятно. Ну, кстати, не, я пару машин здесь обгонял, но они как-то меня явно пропускали. То есть, они давали понять, что они едут вот здесь вот справа и помедленнее. Ну, тут, конечно... А тут, понимаешь, что... Ну, ты его видел вообще как или как? Да, конечно. Ну, видишь, я не сразу на Апекс как бы упал. Нет, ну, если бы ты сразу упал, это был бы... Да, я должен... Ну, вот если ты крутаешь, чуть назад... Ну, ближе сейчас подъедем к повороту, да-да-да, потихоньку. Давай вперед. Вот где-то в этот момент я должен заруливать четко на поребрик, который слева. Ну, это понятно, да. Ну, я как бы ему там место вставляю. Но я же вижу, что он уже летит, все, как бы там уже ничего не поменяешь. Ну, и пусть летит. Это вот тот случай, когда я видел на форуме со второго сервера есть запись. Там что-то 2 ЛМП за победу борются, и кто-то из КТЕшников их встречает в связке 3, 4, 5. Там еще, а, МАВА, по-моему, кто же еще-то вас был. МАВА, Олдман, по-моему, еще кто-то. Вот я вижу, что они борются. Я как бы тоже борюсь, но мне до соперника секунды 4. Почему я не хотел его прям явно пропускать здесь? Чтоб совсем время не терять. Ну, ладно, пусть борются, чего им мешать буду, пусть проезжают уже. Тоже, как бы, особо смысла их зажимать нет. Все равно не проеду. Может, просто через меня. Ну, видишь, все-таки, когда, допустим, когда ЛМП борются между собой, то я не договариваю от ГТ, они как бы начинают, ну... Ну, даже я начинаю уже, знаешь, там, лезть куда-то, потому что... Ну, конечно, от ситуации зависит, но, как бы, хочется, значит, побыстрее проехать, поэтому, в общем-то, можно понять, что же не... Нет, так я же ничего такого не говорю, я в том плане, что наоборот, но я вижу, что он полез, ну и ладно, что я уже буду закрывать его. Да, в конце... Кстати, еще секунду проиграл. Он на последнем круге развернулся вот в этом третьем повороте, по-моему. Я его так и не догнал. Решил, что ему топлива не хватает. Кстати, у КТ-шников вышел лютый провал с топливом. Наверное, почти у всех. Мне фартануло то, что я в апе, который на пике заливают, поставил лишние 3 литра. Потому что, по всем расчетам, у КТ-шников должно было быть 42, по-моему, круга. А получилось 43. И некоторые даже, по-моему, на пяты завешали, что такое, видимо. То есть, опять накрохоборствовали и не дозалили себе бензин, что ли? А, нет, как-то так вышло, что по расчетам, типа, если, по-моему, считать 2.06 как средний темп, то как раз 42 круга. Друзья, расчеты... Расчеты чьи имеется в виду? О, ГТ-шные, ну ты берешь, короче, среднее время круга, берешь продолжительность гонки, типа, примерно прикидываешь, сколько ехать. А, ну то есть, ну... А, то есть ты взял свой расход и умножил на 42? Стоп, стоп, стоп. У меня же расход ап считает просто. Это как бы проблема. А, ну вот, ну так имеется в виду, а в чем проблема была? То, что ап тебе неправильно посчитал? Или ты сам? Нет, то, что лишний круг проехали. Ты изначально в гонке готовишься к одному количеству кругов, у тебя появляется плюс полтора круга, и ты такой, опа. Ну, в чем могу сказать, как-то надо быть готовым. Но я первоначально думал, что я залил лишние 4,5 литра, а на финише, когда привез 1 литр, выяснилось, что нифига не лишний. Не, я просто помню, что когда прошлый этот век ездил, ну, естественно, ну ты знаешь, что КЛМП про это, но ты не знаешь, сколько ты проедешь. Поэтому я заливался на, так сказать, ну, там, расчетный плюс 1, как минимум. Что-то вот. А выяснилось, что нужно заливаться расчетный плюс 2. Ну, вот как-то так. Я почему-то, я-то сначала решил, что я Фадеева в конце начал прям сильно догонять, что у него топливо кончается. А он, видимо, просто развернулся вот здесь в третьем повороте. Кстати, некоторые ГТЕшники, других ГТЕшников на круг особо-то не хотят пропускать. Могут покатать. У нас есть, да, есть. А это, кстати, нет момент? Ты там за кем? За Сергеем? Ну да, это круговой. Да, ничего себе, как он тебя пропустил. Вообще просто царски. Нет, здесь это норм. Ты конкретно к этому моменту ничего не придешь. Ну, а там он думал, что ты его еще недостаточно догоняешь. Не, ну у нас там... Знаешь, со мной с Юрой нет момента. Со мной с Юрой нет момента, когда недостаточно догоняешь. Понятно. Ну ишь, ну три круга, в том смысле, три поворота у тебя мог повозить. Повозил. Нет, тут нормально. Так, ну что, давайте посмотрим протесты или что там? Что у кого еще? Какие пожелания? Ну, можно еще один близкий момент с ГТЕ посмотреть? 26.46 мой. Сейчас найдем тебя. Сколько? Говарим, а Саша этот... 26.46. Да, блин, так. А, 26. Блин, что-то не туда. Ну, тут тоже такой, знаешь. Я в гонке почему-то этого не помню. Опасно, что, Саша, водитель. Чтобы здесь я как-то испугался, я не помню. Ну, как опасно. А куда ты тут денешься? Нет, ну вообще-то ты мог бы здесь налево просто... Ну, блин, такие маневры на такой скорости такие зигзаги устраивать, ты уж знаешь. А если передний сплиттер, да, водить корове, то все потом начнется тут каша. Тем более, там вот Саша трыка едет, как-то нехорошо было бы. Добеспечения к Саше. Ну да, здесь, конечно, мало места, согласен, но... Прямо как ко мне. Поешь, да, я верчу. Да, опасненько, опасненько. Ну, короче, на самом деле, я думаю, у каждого были такие близкие моменты, но вроде как бы все так как-то у меня все относительно обошлось, никого я не заделал. Ну да, в общем, цивильненько все прошло. Ладно, давайте протесты. Так, мне сейчас надо синхронизировать себя с Денисом Пивеновым. Опять. Так, трасса подходит? 10-17. Ну, кстати, неплохо зашло, я бы сказал. И места, где есть, обгонять. И поворотов таких уж прям долгих связок затычных нету, где вообще никуда не залезть. Не, мне кажется, вообще отлично. То есть, нету затыков таких, не знаю, где надо прям тормозить, какие-то шиканы еще стрёмные. То есть, ну, хорошо ехать так, комфортно, не знаю, приятно. Шиканы классные. Да, шиканы тащат. Так, что у нас, давайте посмотрим, посмотрим, тишка, тишка на Луизе, на 10-17. 10-17, может быть. А у тебя это сколько? А у меня это в дохер узнает, честно говоря. Так, а что там написано? Затормозил, непонятно зачем. А, я знаю, где это было. Это, короче, излом после карусели. Ну, да, 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 они уже поехали. Так, сейчас. А, или это уже? Блин, а тут вот здесь нет. А, да. То есть, это у нас, если синхронизировать, то это сейчас там... 9 минут плюс. 9 минут плюс. Очень странно, зачем тормозить? Вообще, непонятно. Нет ответа. Ответа... Брейк. Брейк тест. Ну, кстати, ладно, хорошо, брейк тест, а вот дальше, вот как вы думаете, что здесь? Нет, тут, кажется... А что здесь? Здесь одна траектория. Здесь ты даже, если на поребрик наезжаешь, на корвете тебя в конце вытащат на левый вот там. Здесь все уже, извини. Ну, да. Ты тормозишь, что-то ты меня запускаешь, а потом что происходит? Куда ты лезешь? Все. Бум. Это тот случай, когда ты позицию как бы сам отдал, ты ее потерял, нет смысла дальше куда-то там. Ну, тут в принципе... Нет, в принципе, чисто теоретически, мне кажется, здесь вот можно было побороться. Ну, если бы оба сбросили, в принципе можно было ту-вайт пройти. Но Леша просто упнул, и все. Расскажи мне хоть одну причину на месте Тишки сбрасывать скорость. Нет, хорошо, ты можешь не сбрасывать, но проехать так, чтобы не завдеть машину слева. Как хочешь, можешь ехать. Не завдел? Ну, да, да, да. Понятно, что здесь вина Лешина. Ну, в принципе, чисто теоретически, чтобы проехать вдвоем, ту-вайт здесь можно сделать. Но чтобы его сделать, нужно ехать медленнее просто, обоим. Ну, вот тут до этого не дошло, скажем так. То есть, тут, конечно, явный удар в левый бок. Нет, ну, давай так. Я думаю, что ни один из ГТЕшников, в всяком случае, на первом сервере, точно не стал бы обгонять в этом повороте, если бы не было вот этой... Не, ну да, да, понятно. Ситуации метров 50 раньше. Потому что это самоубийство просто. Не, а там просто... Ну, ты не сможешь накатить после выхода из этой карусели. У тебя не хватит темпа, чтобы просто накатить... Сырят, и так думаешь? Думаешь, хватит? У меня один раз с кем-то получилось в гонке. Он так плохо из карусели вышел, что я его после карусели уже догонял. Да. Ну, я бы не полез, наверное, скорее всего. Никто бы не полез, никто и не полез. Здрасте. Ну, как... Ну, вот... Ну, вот... Ну, понятно, что тут как бы были чересчур благоприятные условия, скажем так, но... Если было приглашение залезть. Да. Да, и чем оно закончилось, тоже понятно. Ладно, давайте следующий повтор. Так, 52, 07. Это значит плюс 9. Это получается час. Час 0,1. Час 0,1. Кто там? Стелла на Куприянова. Стелла, 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 Так, час 0,1. Давай не встать. О! Что это? Платон меня хотел в Италию отправить, а сам куда отправляется? В выхлопные трубы? Не знаю, что посмотрим. Так. Ну, вообще... Ну, что это вообще? Подождите, 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 подождите. Давайте, значит, немножко раньше. То есть... Ну... Нет, ну, Стелла сначала подзажопил вообще-то. Вообще-то не то, что подзажопил. Это вообще... Это... За такое можно и в жопу пить. Жестоп, а... А тут что произошло? Ага, ага. А там поребрик, все, он высокий. Сейчас, а кто на кого протест... А, Стелла на Куприянова. То есть, типа, Денис считает, что Платон... Че-то... 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 Давай, давай эпизода. Про второй, я тебе потом расскажу. Я когда тренил караэт, я знаю, почему так происходит. Вывернул руль в бочину ему. Ну, короче, если бы Денис не жопил... То секунды произошел уже на торможении. Ну, это не факт еще, чтобы... Чтобы был обгон, но поскольку он подзажопил, то, в общем-то, ну, Платон тормозил уже как... Просто как мог, как умел. Ну, по сути, по сути, у нас все-таки здесь две ситуации. То есть, первая ситуация, что Денис подзажопил, да, это все-таки, как бы, первый момент. Ну, и в принципе, конечно, Денис здесь не прав, но вроде ничего не случилось у них. То есть, Платон успел тормозиться. Вот, дальше они что у нас тормозят, тормозят, тормозят. И, в принципе, уже с этого момента начинают. Как бы они, ну, вроде у них все нормально. То есть, в принципе, Платон мог дальше тормозить. Но вот он решил поехать куда-то внутрь. Подскочил на Кербе или что там он сделал? И уже... Он нажал там на тормоз, если ты видел второй раз. И вот это его скупило. Сейчас, подожди, сейчас посмотрим. То есть, на... Ты хочешь сказать... На тормоз... Вот этот вот тормоз, который... Угу. Ну, корвета, проблема на этой трассе в том, что ты очень точно должен дифференциал и баланс тормозов поймать. Потому что иначе у тебя в первых поворотах и дальше будут проблемы. Приходится чуть назад его перетаскивать и оп. И он еще и на Керб наезжает, когда он на тормоз. Он сгубил его вот этот контрстирацкий. А не тормоз. А что делать? Ты на Кербе, тебя вытаскивают. Ну как же, ну не ехать на Керб, наверное? То есть, в принципе, можно было не ехать на Керб. Он хотел обогнать внутри это такое... Я хотел перекрестить, а там оказался поребрик. Эх, какая незадача. Не, ну вот это, кстати, вот эти Кербы, они вроде безобидные, но на них, когда даже на Элэмпины летаешь, и подскакивает просто пипец. И, в общем-то, если ты едешь на этот Керб, то это, скорее всего, у тебя, ну, что-то какая-то фигня с тобой будет. Сто процентов. Да, они очень высокие. Корвет на Кербе в четвертом повороте вообще передней частью от земли отрываются. Ну, конечно, блин. Как-то в реалтайме было. Блин, ну, конечно. В первой части Дениса, конечно, некрасиво Павелого второй. Ну, Платон тут сделал все, чтобы не развернуться на месте. Все-таки, вот мне кажется, что... Блин. Ну, то есть, он мог бы, мог бы вот здесь вот сейчас, допустим, прямо продолжить движение, а все-таки не на Керб заруливать, наверное. Ну, короче, тоже какой-то мутный, мутный рецидент. Ну, тогда можно было раньше налево уезжать, когда он заметил, что его уже заблочили. Здесь-то? Нет, здесь. Ну, дальше-таки. Ну, когда они уже туда приехали... Не, ну, смотри, здесь... Когда они уже тормозить начали. Вот видишь. То есть, нет, вот здесь они тормозят, они уже все, они ничего сделать не могут. Вот, то есть, они как едут, так и едут. Нет, нет, вот, вот момент, когда он начинает ходить налево, ну, и дальше тогда налево уезжать. Все. Это единственный шанс здесь перекрестить. Но по-другому никак. А, ну, то есть, вот, ты мешаешь, тут прям вообще налево сейчас уезжать, да? Ну, не сейчас, чуть-чуть раньше получать. Я понял, да, да. Ну... Не, в принципе, он бы мог нормально внутрь заехать. Ну, только без керба. То есть, место... Это кто-то там есть. Нет, нет, нет. Я имею в виду, он бы мог ехать чуть левее. То есть, он бы мог заруливать, наверное, не так сильно. Конечно, тут такие расстояния, блин. То есть, вот, как бы сейчас, где вот этот момент? Вот, вот с этого момента можно было чуть распустить машину, мне кажется. То есть, вот здесь можно было ехать, ну, то есть, не поворачивать руль не налево, а прямо, например. Ну, короче, это понятно, да, все очень быстро и маленькие расстояния, но вот из-за этого он, получается, наезжает на керпы и соскакивает. Ну, то есть, мне кажется, все-таки Стелл-то при чем? Ну, ладно, он там уехал, а в него же все-таки приехали. И... Ну, короче, ладно, в общем, тут тоже какая-то сложная ситуация. Ну, блин, на первом этапе было все легко. Мы с Сашей рассмотрелись и повторы. Там понятно, один чувак другого взад бьет, и все понятно. А тут что-то как-то сложно все. Не знаю, не знаю. Пусть Никита опять мучается. Ой, что там было интересно сзади? Там же выводи Нигит. О, тревает. Ой, кошмар. О, нет, ну жаль. Отлично, мы тут одно обсуждаем. Самое веселье, то дальше. Самое веселье, то дальше, да. То есть, он тут, ну... Игорь, ты просил простой вариант, где понятно, сколько он будет решать. Пожалуйста, как бы. Не, ну, по-моему, дальше плат... Или, подожди, все-таки. Так, а тут-то кто виноват? Опять тяжело, да? Так, сейчас смотрим. Иван. Не, ну тут Иван. Тут он просто подрезал. Мне кажется, подрезал. И тут уже дальше. Ну, его тоже, если посмотреть, его с травы там выкинуло. О, я вспомнил царский момент. Он у меня как раз с Иваном. Он на стартовой прямой. Я его обгонял, из слепстрима выехал. Он едет посередине, я с краю слева. И он пытается меня заблочить, а я уже у него в базе. И он смещается налево и делает сам все полицейские разорвота от меня. На трансляции это было, кстати. Ладно, сейчас давайте посмотрим здесь. Ну, короче, Иван, в общем-то, сам поехал на траву. Но с другой стороны, если бы он, конечно, не поехал, он бы столкнулся с Платоном. Скорее всего. Если бы он вес втревает, он бы мог за ними просто ехать. Так никто не сделает, мы же знаем. Да не, ну в принципе, я бы, может, тоже, кстати, полез, потому что, ну, скорость у меня была, он мог их обогнать. То есть он нормально накатывал по сравнению с ними. Так, здесь он... Угу, и что дальше? Ты его выкинула просто? Не, не, ничего его не выкинула. Он здесь мог бы ехать прямо. Ну-ка, давайте на руль посмотрим. Он хотел с поребрика выехать, но и машину подбросило немножко. Не, 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 подожди, никакого поребрика. Он хотел просто на Апекс уже заруливать, вообще-то, мне кажется. А там машина, естественно, в нее врезалась. Нет, видишь, он начинает немножко отруливать еще до удара. Нет, подожди, направо рули он вообще не это. Вот с этого момента, вот если сейчас будем смотреть, направо у него руль вообще не поворачивается. То есть он, видишь, на... Ну... Вот-вот-вот-вот-вот-вот. А, ну... Прям за миллисекунду-то, да. Я понял, да, я понял. Не знаю, от кирбайта или от понимания того, что там еще машина есть. Не, ну подождите, все-таки вот... Ну-ка, сейчас посмотрим real-time. А, ну да, похоже на соскок. Да, что-то тоже какая-то неоднозначная ситуация, на самом деле. Ну... Все непросто сегодня. Да, но мне кажется, все-таки... Не, ну, Платон ехал, ой, Платон ехал, себе ехал, а в него взяли с травы и приехали. Как-то вот такое все-таки у меня впечатление. Да, это так, нет. То есть, Платон же ни в кого там не смещался, не вылетал, ничего, то есть он как бы... Ну, они там со стеллой попихались, то он едет в него, бум. Ну, дальше уже замес по инерции, понятное дело. Ну, мне кажется, тут Иван... То есть, ну, конечно, Иван и соскочил с керба, но, блин, никто его туда, собственно, не просил. О, ты еще. Честно, я бы не полезно его везти. Саша, Саша, ты мог? Ты мог тоже? Саша, и гонки много чего мог вообще, если ты мог. Да не, тут спокойно и все, тихо. Так, может быть, что-то еще сейчас мы увидим, не? Ну-ка, расскажи, как так ты едешь? О, подожди, подожди, подожди. Сейчас, сейчас, ну-ка, как это было? Так, что у нас тут? О, это любимая Платонова фишка, зажимать стену на стартовом прянике. Я помню, у кого-то на GT4 так назажимал прям до контакта. О, тут еще выезжает спита, веселуха. Жесть, какая жесть. Так. Ну, тут вроде все цивильно разрулили. Ну, Платону хватило, самооплодание никуда не повезет. Ну, как бы, он единственный, кто здесь мог устроить. Просто Аллах, Бабах. Да, тут напряженненько было у ГТС, смотрю. Ладно, давайте следующий протест посмотрим. Так, что у нас там? Па-па-па-па-пам. А, прикол. Леша Азеркин подал протест на Женю Волкова за то, что он закрашился с Саней. Слишком сложный протест. О, Юри Фуфанкин, Алексей Луизин. Вот сейчас мы отведем, отведу я душу. Вот Юра сделал ровно то, что я хотел сделать. В смысле, в третьем повороте, не в четвертом, нет? Где Юра? Где Юра? Нет, нет, чуть назад. Да-да-да, я знаю, там у них было до этого еще. Так, ну Юра. Юра в своем стиле, в принципе. С тремя аквалангами сейчас это, я думаю, так. Ну, в смысле, а что? Ну, нормально все. Ну, не, в принципе, да. Заныривал он нормально, но вот сейчас я что-то не очень понимаю. Вот этот момент, где они столкнулись. Вот в этом вот, в первом пинке, как бы, кто больше виноват? Я что-то даже, на самом деле, затрудняюсь. Не, ну понятно, что как бы Луизин зажимал вообще по жести. Но, в принципе... А зачем? Но место осталось... Место было. Место было. Ну, как зачем? Потому что мы боремся. Зачем? Хочется. И, в принципе, он имел право. Но, вот, конечно... Просто в таких моментах я вот до сих пор не знаю, вот как бы считать Керп за часть трассы или все-таки не считать. На этой трассе точно нет. Ты сам видел только что, к чему Керп приводит. Нет, нет, нет. Вот Керп нормальный. Вот эта вот серенькая хреновина, вот она фиговая. А сам Керп нормальный. Это для ЛМП он был нормальный. А, да? А что, на ГТЕ там, на этой желто-красной сведени все плохо? Ну... Короче, непонятно. Тоже опять какая-то сложная ситуация. Опять нельзя сказать, что прям вот ты виноват и все. Я так не могу тут. Все мутно в этой гонке. Значит, даешь гоночный инцидент, едешь дальше. Все, что? Ну, окей, да. Так, ну, да, вот следующий момент. Я тебе просто... Я не знаю. Единственные процедуры. Я не знаю. Я не знаю, что... Короче, ну, я не знаю, тут... Тут просто вообще, просто жесть. Просто такой... Что у меня там че-то тоже какой-то косяк с компом был. Че-то он косяк у него с головой. Насколько я понимаю, просто, ну... Ну, нет, а вот, 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 как бы, какие вы... Вот, у ребят, вы сидите в седине машине, какие варианты вообще возможно? Жжать направо, блочить Пименова, по-моему, о том, кстати. Нет, это Полуянов. Ну, Полуянов. Извиняюсь. Ну, а что еще тут делать? Ну, он это и начал сначала делать, кстати, а потом прям повернул в Юр. Просто очевидно, что мост, поворот налево. Все знают, что надо тормозить, ну, где-то где вот черненькое начинается. И... Ну, ты же знаешь, что машина впереди будет тормозить. И что ты не тормозишь? Вот вопрос такой. Че бы не затормозить-то? Или он хотел... Один из многих черных экранов Лузина, скорее всего. Ну, блин, просто момент выглядит, как... Как просто вынос на паблике. Просто в попу вынес чувака, который тебе там насолил вот в предыдущем повороте. Просто прям отправил и... Ну, короче, черный, не черный экран, но здесь сто процентов виновата. Белый корвет... Ой, голубой корвет. Конечно, блин. А че там Юра, ну-ка? Ой, Юра, че-то вообще... Плохо все с Юрой. Так он стену убрался, все, а что ты сделаешь? Да, ничего не сделаешь. Бум. Ну, здесь, по крайней мере, во второй части все ясно. В первой, конечно, непонятно. Так, че у нас дальше протесты? Это второй сервер. Сергей Васин подал протест на SRV-RES админа и сказал, что фальстарта не было. Ну, нет, админ иногда может жарить, конечно, нафиг знает, можешь посмотреть, дело-то такое. О, Платон Куприянов, четыре протеста. Так, давайте смотреть. 25, 25. Где у нас Платон? Ой. 36 получается. А, 34 надо нам перепульсить. Все, 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 все. Так, 25, да, 34, 25, это, 34. Так. Ой, че за хрень? Так, ну, короче. Платон решил подрифтить. Парнобил, да. Я тебе уже говорил о том, что здесь именно под тормозной баланс у корвета сильно назад, и чуть ты не так в поворот попадаешь, и тебе жопа поехал. Вот она у него не поехала. А че бы тормозной баланс-то не сделать чуть вперед? А тогда в других поворотах проблемы. Кстати, в этом тоже ты тогда мимо Афекса проезжаешь. Ну, тогда меняй его, по ходу, этого какого. По ходу гонки. Игорь, какой-то ты не очень менять, что-то по ходу гонки. Еще керс жарит. Кстати, я помню, был момент. Так, ну, здесь, наконец-то, ясная ситуация, полностью виновата BMW. Вот, я думаю, это даже и говорить не о чем. То есть... А в принципе, своим существованием на первом сервере много. В чем виноват? Не, не, ну, тут можно было, я не знаю, короче, объехать. Ну, короче, можно было не бить. Потому что он, ну, он наблюдал весь этот дрифт, и понятно, что, как бы, мне кажется, он даже не сбрасывал. В повороте тоже особо тормоз не нажмешь. Нет, смысл такой, что он тормозил-тормозил, а потом... Ну, короче, можно было объехать, мне кажется. Можно было не бить. Можно было леветь, в принципе. Нет, ну, ты... В один момент. Ну да, или налево, или как-то, может быть, еще больше подсбросить. Ну, то есть, ты видишь, что перед тобой машина дрифтит. Это значит, что... Ты явно ее догонишь скорая. Вот. И ты наблюдаешь это 3 секунды, и потом бум. Кстати, что я хотел сказать по поводу тормозного баланса. Была гонка... Монца GT3. И... А я что-то не помню, я ездил в ней в итоге или нет. Ты не ездил. Нет. А, ну я к ней готовился, да, но помню, смог поехать. Короче, я точно помню, что на этом ссаном днищном АМГ У меня был, как бы, всю трассу баланс тормозной один. А вот перед параболикой я его делал на 2% вперед перекидывал. Потому что, если я этого не делал, то я там улетал постоянно. Вот. Вот это было единственное... Ну, то есть, я готовился, и в каждый круг я щелкал тормозной баланс. Вперед, назад, вперед, назад. Вот. То есть, если в параболике там его сделать... Ну, то есть, оставить такой же, как он был, то, короче, я там улетал. Ну, вот, в принципе, можно было здесь делать то же самое. Ну, по-моему, примик-то достаточно большой, можно пощелкать. Уже с Игорь. К таким методом прибегаешь. И Игорь, как и тащи, не трусим рейсера, я говорю, когда перед ним машина разворачивает, он газ отпускает, объезжает, тормозной баланс двигает. Еще кТэшников, поди, не дай вежды. Нет, я боюсь за ЛКП. Ладно, давайте посмотрим следующий протест Платона. Так, 36-09. Так, то бишь, 47. 45. Да, 45. 09. Сейчас, на кого протест? Александр Физотов. Ах, круто. Все те же, все те же за жопы. Да, под зажопили, конечно, некрасивенько. Так, ну тут тоже ясная ситуация. Ладно. 52. Самое интересное, когда были этапы Формулы-1, Ферстаппин такую хрень творил, все в чате новой сервей писали, так нельзя делать. Каждую вторую гонку у нас смотришь, постоянно кто-то находится, кто? Жопе торможений. Ну, а, так мы тоже смотрели со стола. Ну, видишь, никто не хочет терять позиции. Так, это мы смотрели уже или не смотрели? А, ну да. Как не смотрели? Да, все, все, да. А, ну да. Давайте посмотрим еще раз, пока я смотрю. 52.13. А, ну, собственно, тут два протеста, как бы, да. Ну, ладно, здесь понятно. Я предлагаю Соломонову решение наказать всех троих. Ну, в смысле, один зажопил на торможении, другой ударил, третий вообще с травы приехал, на все честно. Нормально. Так, ладно, слушайте, протесты кончились. Че-нибудь, че-нибудь, что будем смотреть, кто-нибудь что не вспомнил. Но если ты сможешь найти тот момент, когда я говорю на прямой обгонял на стартовой, и чувак, которого я из слепстрима обгонял, в меня приехал просто. А когда это был примерно такой? А это как раз относительно в начале, кругах на первых пяти-шести, наверное. А кто был, ты не помнишь? Желтый корвет, это либо Иван. Тишка. Мелько, либо. Нет, Тишка точно нет. Так, а в начале, как бы, совсем? Ну, не совсем в начале. Ну, так. После лузина. Ну, точно не здесь. А, может быть, следующий круг? Так. А, вот, возможно. Так, а что здесь? А, ну, только вот. А, нет, это не то, да, точно не то. Нет, подожди, ну вот, приедете. А, может, как раз. Нет, 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 нет. Блин, трансляцию надо, короче, смотреть. Там точно было царский ворот. Следующий круг, может. Не, уже нет никого. Я уже четвертый, значит, раньше был. Ну, блин, слушай, ладно, это мы так, че, не найдем. Да, это мы толпе, скажем так. Слушайте, знаешь, че интересно? Мне интересно, вообще, Лапин, че с Лапином было. Потому что Лапин сказал, что в какие-то космоса летал на каких-то прямяках. Нет, летал не он, как бы. Насколько я его понял, он едет по прямой. Тут в нем материализуется узен, убивает его и исчезает. Все. Интересно, а когда это было? То есть он в гонку доехал перед Питом, что ли? Да, но это мы, наверное, тоже так не найдем, потому что... Может, да, это надо только у Рома, если спрашивать. Нет. Нет, ты найдешь, если это секундный лаг, то какая вероятность, что ты на протяжении полутора часовой гонки найдешь секундный лаг? Кунусы нехорошие люди. На стартовой прямой, в общем, это было. Че, Лиман? Я так надеюсь, Лиман уже на Порше ехать. Так, а че, подожди, там столько Порше выпустили, а че не выпустили в итоге? А, GTA-шного-то нет, они его отложили, типа, что он у нас еще не готов. На самом деле, я думаю, просто, типа, чтобы он не дебютировал в игре раньше, чем в реале. А, о, 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 я же говорил. Так, ну-ка. Жесть какая. И что ты тут сделаешь, давай. Игорь, подожди, мне к тебе вопрос, кто виноват. Ну, Ром, конечно. Кто за один, кто-то виноват. Стоп, подожди, я хочу посмотреть, где Лузина вообще существовала. Так, вот он едет, окей. Рома виноват по нескольким причинам. Ехал по траектории ГТЕ, да? ГТЕ ехал по своей траектории, Рома был сзади. Прикольно, так, хорошо. Его, походу, выкинуло, что ли? Я не знаю. У него интернет отвалился, похоже. Потом вернулся. Офигеть. Офигеть. А потом он... И Лузин опять исчез. Так, хорошо, что было. Дальше давайте посмотрим. Империя наносит ответный удар просто. Все, после этого Лузин до конца исчез. Все, больше его не будет. Давай, сейчас, может, мотнем немножко. Так, это было 48-0. Нет, видишь, он... Нет, все. Это с концами. Ага, понятно. Ладно, давайте еще раз посмотрим. Да, наверное, что-то с интернетом. Нет, мне нравится, мне нравится вот эта штука такая. Сейчас, когда он пошел на взлет, я хочу поймать этот момент. То есть, ну-ка, сейчас. Тут полет Валькирии должен быть. О, тут вон колеса уже, видишь, такие это. При чем расчетки? Сто свет синий. Стоп, сейчас, сейчас, минуточку. Низкий старт. Сейчас хочу поймать этот момент, когда колеса вверх полетели. Как машины из Скайри Поттера. Ще, 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 ще. Сын едет, 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 сейчас, как тут. Так, а мне кажется, тут Ежов виноват, потому что, смотри, он проехал и лузер на взлет пошел. Вон, видишь, эти, как задние начинают проваливаться. В смысле, задница. Ну-ка, 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 ну-ка. И. Ну. Щас, они должны улететь. Прям так прикольно. Отлично, так, 48, 02. Ще раз. Прикольно, вот он, вот он, этот момент. Да. Короче, сбрасываешь колеса и... А, автобот и вот так уж. Да, ну, это, конечно. И тут, где у нас... Ой, где, подождите, где Рома-то? А, Рома уже. Не, блин, Роми, ты считай, вторая гонка, Роме не везет. В первой он там что-то, я так понял, и в крашку попал, и с тактикой натупил. Тут просто... О, хороший заезд. Прекрасно, ну-ка, нормально, че. Напоминает, как меня... Третьяков в полирикаре убивал. Еешь такой, еешь, еешь. Да че. И все, и нету машины, опа. Да. Не, ну Рома ехал... Не, ну просто Рома ехал по траектории ГТЕ. Ехал бы по траектории ЛМП, было бы все нормально. Что на прямой ОЛМПИК, это другая траектория. Да. Мне кажется, этот момент можно вечно пересматривать. Да, слушай, ну мне кажется, вообще, везение должно быть просто... Даже удача Логи на такое не способна. Может быть, просто... Раз Логи едет, нет? Не, не, не. Это... Ну-ка, с какой-нибудь крутой камеры. Ну-ка, посмотрим на чувака. Нет, ну он не поколебим. Ну чуваку, да, чувак вообще. Все нормально. Ладно, я думаю, вы знаете, на этой, короче... Веселые, но тебе пора закругляться. Веселые, представляющие, да, уже пора стопать нашу трансляцию. Ладно, вот такой вот у нас выдался второй этап. Третий будет Лиман. Мне кажется, мы запаримся перематывать просмотр, чтобы... Ну, этот повтор, чтобы там моменты какие-то смотреть. Сначала мы запаримся ехать 3 часа. Ой, 3 часа, да. Чё-то как-то не очень охотно, на самом деле. А хватит ли у нас реплеев на это всё дело? Не, ну если Саша не поедет, то надо ехать, конечно. А хватит, ты падаешь? А, да, я самый-самый-то прикол. Короче, чё-то не пойми себе, как проехали, а я в итоге вышел в лидеры чемпионата. Ха-ха-ха. Да ты там и останешься. В сервер вообще не попал, да? Петров, да, Петров не смог пройти предквалу. Но он ездил только там, можно сказать, в субботу там. Пару часов поездил. И чё-то ему там пару десяток, что ли, не хватило. Третьякум. Да вообще, чё-то мы зарубились реально очень жёстко. И там, чё-то там, самая вообще плотная предквала в истории получилась. Ну и у вас тоже, в принципе, там, секунда. Да у них там вообще, начиная с четвёртого места, так, разрывы меньше десятки были. Да, ладно, давайте, короче, всё закругляться. Я думаю, всем спасибо, кто посмотрел, досмотрел, потратил свою жизнь, два часа своей жизни на всякую ерунду. Вот. Собственно, всем пока, до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Тормознует, тормознует.